Приветствую всех на моем канале. Перед нами на столе два бесколлекторных двигателя. Отличие основное то, что этот двигатель в корпусе, и его некоторые мои подписчики уже видели, а этот без корпуса. По сути они одинаковые. Оба двигателя имеют по две обмотки, это хорошо видно вот на этом двигателе без корпуса. Ну и отличаются тем, что этот двигатель неисправен, а этот исправен. Я был бы благодарен кому-нибудь из вас, если бы кто подсказал, как лечить вот эти вот обмотки. Обе обмотки пробиты. Двигатель особо не разбирается, то есть снять их я не могу. Вроде бы все ясненько и понятненько для тех, кто запускал такие двигатели у себя дома или еще где-нибудь. Ведь схема проста и нет в ней никаких сложностей. Но есть нюансы. Перед вами на столе три разных конденсатора разной емкости. Этот конденсатор на пол микрофарада, этот на один микрофарад, и этот на две целых две десятых микрофарада. У двигателя есть две обмотки. Эти обмотки неравнозначны по напряжению, по индукции, по количеству витков и по сопротивлению. Я промерил обе эти обмоточки в двигателе. То есть вот они воочию. Имеют они соответствующее сопротивление по постоянному току. Я их для себя выписал так, чтобы было удобно. И подписал разные провода. Вот тут у меня розовый, черный и фиолетовый. Куда, какие провода идут. В итоге я имею такую картину. Двигатель имеет две катушечки, которые им управляют. Обычно говорят так. Одна катушка это основная, которая обеспечивает двигателю ход. А другая стартовая. То есть подключать ее вовсе не обязательно. Да, есть и такие схемы включения. И о них я уже рассказывал. Сегодня я покажу, как использовать обе обмотки. И как правильно включить вот такой вот двигатель в розетку не только 220 вольт, а и в более пониженное напряжение. Мы сегодня как раз и поговорим о резонансе. Если подключить напряжение 220 вольт на вот эти вот контакты. То есть у нас две обмоточки, они соединены на три контакта, три провода у нас. Этот контакт, он как бы остается свободным от фазы. Ну, точнее от напряжения сети. Потому что где здесь ноль, а где здесь фаза, кто его знает. И сюда я буду подсоединять разные конденсаторы. Всего три. Больше не надо. Можно больше, но не надо. Давайте для начала посмотрим, что произойдет, если просто так вот включить двигатель, не подключая конденсатор и провод кудалим. Я включаю двигатель в розетку. И мой прибор сейчас фиксирует переменный ток, протекающий через обе вот эти обмотки. Двигатель при этом не крутится. То есть напряжение сети бегает вот по этому контуру. Двигатель никак не крутится. И напряжение, точнее ток, вся шкала у меня 150 мА. Ток стоячего двигателя у меня получился вот такой. 75 мА или 0,75 А. Это стоячий двигатель. Чтобы двигатель не стоял, его надо стартануть. И для этого надо коснуться одного из проводов, этого или этого, вот этим контактом. Но не напрямую, а через емкость. Поэтому давайте первую попавшуюся емкость, соблюдая технику безопасности, подключим. Первой емкостью будет конденсатор емкостью полмикрофарада. И давайте посмотрим. Сейчас я подключил конденсатор вот в это положение. Здесь емкость 0,5 мкФ. Включаем двигатель и он прекрасно работает. Но так проводить эксперимент будет не очень корректно. Давайте я покажу нюансы. Сперва мы подключаем двигатель в розетку без конденсатора. Он не вращается. А потом, с помощью вот этого провода, я коснусь однократно вот этого разъема. Двигатель загудел. Давайте послушаем, с какой частотой он... Вот так вот еле двигается. Двигатель вроде работает, потребляет достаточно большой ток. И этот ток я назвал током запуска. 70 мА. Он отличается от тока покоя. То есть, если мы выключим двигатель... Вот обратите внимание, где находится стрелка сейчас, это ток запуска. Выключаем двигатель. Даем валу остановиться. Включаем двигатель. И вот ток покоя. Он почти не отличается, ну, на немного. На немного. Ток покоя больше, чем ток вот такого странного запуска, импульсного. А теперь давайте запустим двигатель... Сперва, ну, вот эти малые обороты. А теперь еще раз коснемся. Мы разогнали двигатель. Обороты увеличились, но ток при этом упал. А теперь я уберу клемму. Обороты слегка уменьшились, но двигатель продолжает вращаться достаточно быстро. Послушайте. И ток при этом... Можно хорошо увидеть на приборе. 55 мА. Я назвал этот ток ток разгона. То есть, мы разогнали двигатель с помощью конденсатора в полмикрофарада. И двигатель продолжает спокойно без этого конденсатора работать. И потреблять ток меньше, чем ток покоя. А отличается ли вращение данного двигателя с конденсатором в полмикрофарада подключенным и не подключенным? Вот сейчас двигатель разогнан, хорошо крутится. А мы включим конденсатор. Да, отличается. И я фиксирую эту цифру. То есть, разогнанный двигатель с неподключенным конденсатором потребляет ток 55 мА. А с подключенным конденсатором в полмикрофарада он потребляет ток 45 мА. Это мало. Это гораздо меньше, чем 0,75. Легко фиксируется. И это удобно. То есть, есть версия о том, что запуск этого двигателя и конденсатора нужен только в момент, когда двигатель стартует. Дальше можно отключить, и двигатель работает. Да, можно, мы это уже проверили. Но при этом, оставив конденсатор в схеме запуска, Мы нисколько не мешаем двигателю, а наоборот, помогаем. И об этом нам красноречиво говорят вот эти данные. То есть, если просто включить двигатель, разогнать его, будет ток 55 мА. Но если оставить конденсатор, тот самый пусковой, разгонный на пусковой обмотке, то ток снизится. А раз снижается потребление, увеличивается КПД. Логично, ребята? Давайте включаем наш двигатель уже со включенным конденсатором. Стабильная высокая частота вращения и стабильно малый ток. Ну, это всем известно, это все хорошо, все знают. Единственное, что хочу показать, что, включая конденсатор, в это плечо, к этой обмотке, двигатель наш вращается в одну сторону. Если мы подключаем конденсатор к этой обмоточке, двигатель будет вращаться в другую сторону. И сейчас я это продемонстрирую так, чтобы было наглядно. Давайте. Первый момент. Я запускаю двигатель, и бумажечка, по которой будет тарахтеть лепесток, у нас будет прогибаться вниз. Теперь я даю двигателю остановиться. И запускаю его, касаясь другого провода. Так. Бумажечка поднимается вверх. То есть, двигатель изменил вращение. И об этом тоже все знают. На этом можно было бы остановиться, но мир не так прост. А я не так, как бы, наивен. Давайте проверим, что будет, если мы будем увеличивать емкость. Вот у меня конденсатор в полмикрофарада, а вот конденсатор в один микрофарада. Так правильно говорить. Хотя я привык говорить одна микрофарада. Ну, согласно последним постановлениям, надо говорить правильно. Итак, я подключаю конденсатор в один микрофарада, по той же схеме. И мы будем прибором фиксировать ток в этом случае. То есть, мы уже знаем, что конденсатор такой емкости запустит данный двигатель и позволит ему работать. Включаемся. Конечно, он запустился, двигатель работает еще тише и вращается еще быстрее. И обратите внимание на ток. Ток уменьшился вот до таких значений. Применяя емкость в один микрофарада, мы получили ток 40 мА. Он почти в два раза меньше, чем ток покоя, когда этот двигатель не вращается. И есть такое мнение, что... Вот смотрите, у нас был конденсатор в пол микрофарада. Двигатель стал вращаться быстро, хорошо, ток потребления снизился. Один микрофарада, двигатель еще быстрее вращается, ток потребления еще больше уменьшается. Так, наверное, надо поставить конденсатор в большущей емкости, и ток потребления вообще будет ноль, а двигатель будет взлетать в космос. Я недаром взял два конденсатора, вот таких и один вот такой. Этот конденсатор емкостью 2,2 микрофарада. Они примерно отличаются в два раза. То есть пол микрофарада, один микрофарада и 2,2 микрофарада. То есть я удваиваю емкость, которая позволила нам запустить двигатель и сэкономить электричество. Давайте. Сейчас ведь должно наблюдаться нечто космическое. Поехали. Двигатель заработал и уже по звуку можно слышать, что что-то здесь не так. Частота уменьшилась. Ток увеличился. Ток с конденсатором 2,2 микрофарада стал 50 миллиампер. Это больше, чем пол микрофарада и чуть-чуть меньше, чем обыкновенный разгонный ток. Ну, условно называемый. То есть если мы отключаем конденсатор в 2,2 микрофарада, мы лишь слегка увеличили ток, обратите внимание на прибор, и при этом не помогаем двигателю. Хотя мы увеличили емкость. Поэтому, может для кого-то это покажется банальным, но многие этого просто не знают. Бесконечно увеличивать емкость данных конденсаторов, вот в этой схеме, нельзя. И хотя действительно, емкость этого конденсатора влияет на мощность двигателя, но каким образом, важно знать. Все дело в том, что инженеры позаботились о том, чтобы эти двигатели работали славно и исправно. И они рассчитали индуктивности этих катушек, сопротивление этих катушек, обороты этого ротора. Все это подогнано под питание от сети в 220 в 250 вольт с частотой 50-60 Гц. И эти катушки, эти катушечки, с этими конденсаторами образуют резонансный контур, который имеет максимальный свой пик резонанса, именно на той частоте, которую обеспечивает эта катушка, частота сети 50 Гц и конденсатор емкостью в 1 микрофарада. Может быть чуть больше, может чуть меньше, ведь конденсаторы, они имеют свои допуски. У них там плюс-минус 10%. Катушки тоже со временем меняются, и не только со временем, от температуры индуктивность меняется. Двигатель тоже нестабильно работает, плавают у него обороты. Но! Важно знать, что использовать для запуска и для работы в таких движках, абы какой конденсатор, не надо. Надо подходить к делу грамотно. Если не знаем схем, технических характеристик, можно просто сделать такие же испытания, как провел я сейчас с вами. То есть, я подобрал опытным путем емкости так, чтобы уменьшить максимально потребляемый ток этого двигателя. В результате я имею максимальный КПД. При больших мощностях потребления двигателя этот практически стоит. И большой ток через его обмотки говорит не о том, что он хорошо работает, и что он мощный, а о том, что он работает неправильно, что резонанс находится в стороне, и этому двигателю надо изменить параметры. Я опять затянул ролик, я извиняюсь, ребята. Следующий ролик будет прямо сейчас. Этот я закончу. А следующий ролик будет о пониженном напряжении на этот движок. Многим это показалось невероятным, поэтому я его хочу повторить. На этом все. Пока.